Не всем родителям везет с тем, что их дети спят хорошо. Это редкость. Их приходится порой и много носить на руках, и порой выслушивать их длительные завывания, крики, плачи. И, конечно же, помимо всего прочего, мы иногда тревожимся, не высыпаемся. Это истощает наши силы. И каким образом можно эту ситуацию улучшать? Вот наша задача. Мы привыкли считать, что не высыпаемся из-за того, что спим мало или беспокойно очень спим. Может быть, часто встаем ночами, хотя на самом деле мы чувствуем недомогание из-за дефектита сна по другим причинам. Для того, что внутри могут быть особые установки и убеждения, нарушающие их сон. Ну, никто не спорит, что иметь достаточное количество и прекрасные возможности, чтобы выспаться, никому не повредит. Мы хотим сказать, что не только время и количество сна обеспечивает нашу возможность чувствовать себя хорошо. Не только это. Помимо всего прочего, мы можем добирать необходимые какие-то ингредиенты, необходимые элементы другими способами. И многое здесь зависит от тех установок, которые вшиты в наше подсознание. И некоторые эти установки, они прям мешают нам восстанавливаться, мешают нам чувствовать себя достаточно хорошо. И в первую очередь на этом вебинаре мы поговорим о маленьких секретиках, которые связаны с тем, какие именно установки лучше из себя убрать, какие установки в себя имплантировать, какие существуют гипнотические техники для того, чтобы эти установки имплантировать. Вот с этого мы и займемся. Потому что, конечно, хорошо, когда вам советуют, что там в кому-то обратитесь, кого-то попросите, какую-то няню наймите, с мамой договоритесь. То есть, впрочем, и этому мы тоже уделим внимание. Но сегодня мы сфокусируемся на теме сна. Итак, первое. Первое, пожалуйста, что нарушает наш сон, это такое убеждение, что если я спала мало по времени, я не спала. Все. Если 4-5 часов удалось, будет ужасная самочувствие. Это 3 часа, 2 часа. У всех по-разному. Но такое убеждение, что если времени было мало, значит, я точно не успел. И с одной стороны это так, но с другой стороны не совсем так. Мы все имеем опыт, когда мы спали вроде бы много, человек проспал 8-9 часов, устал, а чувствует себя несвежим, уставшим. И наоборот. Бывает, человек ехал в поезде, вроде и глаз-то не сомкнул, все время кто-то мешал, колеса стучали, еще что-то. Приехал в другой город, вышел. Да и хорошее самочувствие, хорошее настроение, хорошее самочувствие. Потому что не все так однозначно в нашем организме. И если мы рассмотрим действительно те законы, по которым работает наш организм, он необыкновенно пластичный. Наш организм умеет приспосабливаться. И это видно во всем. Если вы выпьете очень много воды, 3 литра, 4 литра, 5 литров воды, организм справится с этим. Он отрегулирует, больше пописаете, больше попотеете. И он справится с этим количеством воды. А если вам в течение дня выдадут 100 миллилитров воды, ваш организм справится. Он из этих 100 миллилитров воды возьмет каждую капельку, каждую молекулу и направит туда, куда нужно, к тем органам, которые нужны. И все будет не идеально, но приемлемо. Организм справится. То есть таким образом мы видим, что как было хорошо, если бы мы из своего подсознания убрали установку, которая имеет механическую, что больше сна, лучше самочувствие, меньше сна, хуже самочувствие, что может порождать тревогу. И наоборот, туда вложили установку, которая увеличит вероятность и будет способствовать тому, чтобы вы чувствовали себя лучше. Это было бы замечательно. Как же это сделать? Это у нас есть упражнение каталепсия. Сейчас мы предлагаем вам его выполнить. Что такое каталепсия? Каталепсия это состояние сбалансированного мышечного тонуса. И сейчас вы можете поднять руку вверх, любую правду, как вам комфортно. Будет лучше, если вы сразу попробуете. Может быть попробуйте сделать следующее. Сначала пошевелите рукой, подвигайте, пошевелите, а потом повесьте ее, чтобы она висела вот таким образом. Еще раз пошевелите, еще раз повесьте. Еще раз пошевелите, еще раз повесьте. Опустите руку. Вторую руку возьмите, вторую руку пошевелите ей, повесьте ее. Шевелите рукой, чтобы вы немножко уловили разницу, ухватили некий момент другого обмена существ, который возникает в теле во время этого феномена. Он совершенно естественный, абсолютно простой. Все из нас его переживали. Человек берет телефон, разговаривает по телефону, его позвали, он сказал, что рука его автоматически продолжает находиться в состоянии каталепсии. Зачем она нам нужна? Ну, каталепсия – это такое состояние тела, которое открывает подсознание прямой доступ. Когда рука замирает в этом сбалансированном положении, мы становимся наиболее впечатлительны, внушаемы для тех посланий, которые адресовываем себе. Да, улучшает связь с подсознанником. И мы бы хотели, чтобы в рамках данного упражнения мы имплантировали себя, печатали установку, которая полезна для сна, а именно ту, что мой организм хорошо справляется с условиями дефицита и используется. Он может адаптироваться. Мой организм пластичный. Это не обязательно проговаривать словами, просто знать, о чем идет речь. Мой организм пластичный. Он может приспосабливаться далеко не механическим образом. И как использовать каталепсию? Ну, поскольку наши технологии, они находятся на стыке гипноза и цигун, а в цигун обычно подвешивают не одну руку, а две. Классические упражнения цигун. Там человек поднимает вверх руки. Я не буду там слишком высоко поднимать. Так, не очень половлю камеру. Там берет энергетический шарик и медленно-медленно этот шарик опускает вниз-вниз-вниз, вверх-вверх, в зависимости от задач. Когда движение медленное, то медленное движение, оно легко перетекает в гипнотическое. И мы это используем. И сейчас я предложу вам сделать это упражнение. Вы берете, поднимаете две руки, представляете, что у вас в руках находится эта информация. Это установка. Установка о том, что ваш организм пластичен. И он может даже в условиях дефицита найти способы взять максимум полезного. И затем позволяете своим рукам медленно-медленно опускаться, давая себе внушение, что по мере того, как руки опускаются, эта установка загружается в мое подсознание. Программа загружается. Глаза лучше прикрывать и представлять, что руки опускаются и программа загружается. Так можно сделать несколько раз, два, три, четыре раза. Недолго. Как видите, все быстро. Но тем не менее, за счет того, что каталепсия способствует более хорошему контакту с подсознанием. И поскольку упражнение выстроено по тем законам, по которым подсознанию работать удобно, действительно, эти взгляды, эти моменты, они, да, естественно, что когда мы входим, вот Светлана пишет, что сразу спать захотелось. Да, ну и хорошо, вы немножко позевали, уже в пользу зевания, это подтягивание. Зевание это подтягивает. Да, и таким образом мы можем в себя имплантировать любые установки. Ну, конечно, я рекомендую, и мы вам рекомендуем имплантировать полезные установки, те, которые помогут вам. Много тревоги, маме представляет и такая ситуация, когда за наблюдением за беспокойным ребенком, за тем, что ребенок мало спит, она начинает подозревать, что он теперь из-за этого еще плохо развивается. То есть, она не хватает, нервная система перенапрягается, он не отдыхает. Тревог, тревожная мама, гнительная мама. Да, и растет такое глубокое чувство напряжения, тревоги, что с ней что-то не так. Уже хорошо, чтобы родители уходили от тревоги. Дети, они необыкновенно пластичные. Дети необыкновенно пластичные. Если ребенку нужно будет выспаться, если будет невероятная, ну, какая-то настоящая истинная потребность, истинная потребность ребенку поспать, вы его пушкой не разбудите. Они приспосабливаются, они адаптируются почти к любым условиям. И когда мама это понимает, когда она это знает, то у нее уменьшается уровень тревоги, и от этого всем лучше. Маме лучше, а со спокойной мамой и ребенку лучше. Верьте в своих детей. Уходите от этой тревоги. Она точно приносит вред. Доверяйте. Доверяйте. Ну, и, конечно, в качестве поддержки вам два таких упражнения, которые облегчают для ребенка засыпание и помогают угомонить даже самое такое разбузовавшееся дитя. Но мы хотим с вами обсудить технику поглаживания на выдохе. Это гипнотическая техника. Она используется в гипнозе, там, при наведении транса. Она используется для снятия боли у онкологических больных. Классическая гипнотическая техника. Когда вы берете человека, поглаживаете. А в данном случае вы поглаживаете своего ребятеночка. Но вы поглаживаете своего ребятеночка на выдохе, на его выдохе, не на вашем. Дети дышат чаще, и вы вот с его выдохом поглаживаете гипнотическим образом. Да, при этом можно разговаривать. Не важно, что вашему ребенку там один месяц. Не зря там песенки поют. А кроме песенок можно говорить. Вот мы делали упражнение с внутренним ребенком. А то же самое можно делать со своим ребеночком. И говорить, что я с тобой, мама с тобой, все хорошо, я рядом, я тебя люблю, ты хороший мальчик, хорошая девочка. И сама интонация, это гипнотическая. Она будет оказывать прекрасное воздействие. Продолжение следует...